Леди бывают разные, но этот сюжет исключительно про автоледи. В честь празднования 8 марта девушки продемонстрировали свое мастерство за рулем. Поучаствовать я на самом деле хотела уже давно, и просто складывались так обстоятельства, что просто не могла принимать участие, то детей нет с кем оставить, то еще что-то. Но в этом году случилось так, что как только увидела объявление, что будет конкурс, я сразу же подала заявку. Заявку на участие, кроме Галины, подали еще 9 девушек. У каждой свой автомобиль, а у Эльмиры Нурмагомедовой еще и личный чебурашка. У меня в детстве была такая чебурашка, и я как-то в конкурсе здесь уже выиграла эту чебурашку, и она мне стала талисманом. Вот напомнила мне детство, я теперь везде с ним хожу. Один из этапов конкурса – проверка знаний до врачебной помощи. Девушки играли в медсестер, перевязывая голень раненому Гоши. На нем же показывали технику искусственного дыхания. Все очень просто. При этом нужно посмотреть на пострадавшего, дышит он, не дышит. После этого приложить, ну, опрокинуть голову, и два вдоха, 30 нажатий. А вот знания теории судей не устроили. Стоило, наверное, повторить, по крайней мере, правила дорожного движения, потому что на сегодняшний день ни одна из кандидатов, так сказать, конкурса не сдала экзамен. Самое интересное, конечно, маневрирование. Первой, кто показал свои навыки на автополигоне, стала Амина Дрозд. Ой, мне очень все понравилось. Конечно, не все получилось с первого раза, но, видимо, надо чаще тренироваться. Но эмоции переполняют меня. В итоге Автоледи 2021 стала Фания Минигулова. Девушка выиграла автомобильный пылесос, а в придачу – сувенирную продукцию и скромный денежный приз. Дмитрий Самоленко, Данила Индюков. Новости Губкинского. Новости Губкинского.